Я думаю, в такой готовности мы еще не выводили. Готовность свыше 90%. Президент Паулу Койл, Вагит Олег Перв, сегодня лично оценил, как продвигается монтаж верхних строений ледостойкой стационарной платформы и платформы жилого модуля месторождения имени Грайфера. Компания своевременно выведена на акваторию, на спичках моря наши новые объекты и вовремя, в конце ноября, начале декабря, начнет горовые работы. Месторождение имени Грайфера открыто в 2001 году и расположено в 160 километрах от Астрахани. В Каспийское море один из объектов отправится уже в апреле, а первую нефть здесь начнут добывать в декабре. Ожидается более миллиона тонн в год. Завершены практически строительные работы по верхнему строению. Я по его площадке сегодня уже погружен, жилой блок погружен на баржу. Мы планируем жилой блок, блок спонтировать, мы в июне уже отправимся в рабочую площадку. Мы создали штаб по организации вывода платформ на месторождение, поскольку это связано с проблемой прохода через Молго-Каспийский канал, где, вы знаете, проблемы, связанные с проходными глубинами, сегодня стоит очень остро. Но эту проблему поставил я, эту проблему поставил перед президентом, получил соответствующее поручение, сегодня веду с одной глубинной работой. Долгое время компания «Лукойл» является стратегическим партнером Астраханской области. И сегодня президент ПАО Вагит Олегперов и губернатор Игорь Бабушкин подписали дополнительное соглашение о сотрудничестве на 2022 год. «Лукойл» профинансирует строительство ряда инфраструктурных объектов в области, включая физкультурно-оздоровительный комплекс в Икрянинском районе, а также оснащение объектов дошкольного образования в Харабалинском, ремонт общеобразовательной школы в Лиманском районе. Для нас очень важно, что все сотрудники компании «Лукойл» и «Лукойл» и «Лукойл» и «Лукойл» остаются на своих местах, продолжится полноценная работа, никто не будет сокращен. Как Вагит Усупич сказал, что сегодня проиндексированы зарплаты в сторону увеличения. Мы очень благодарны компании «Лукойл» и лично Вагит Усупичу за такое отношение к тем событиям и тем проблемам, которые находятся в регионах, в местах присутствия компании. Кроме того, компания продолжит оказывать поддержку региональному центру спортивной подготовки по гандболу «Заря Каспия» и проведет традиционный конкурс социальных и культурных проектов. Дмитрий Дубровский, Андрей Разумный, Алексей Поляков. Специально для программы «Регионы Лукойла».